Привет всем, вы на канале Iridium Mobile, с вами Виктор Зайцев и сегодня мой собеседник Николай Русанов, глава российского представительства компании Lornitec. Говорить будем о том, изменилась ли ситуация на рынке автоматизации в период пандемии и, конечно, о предстоящем саммите «Умные дома и здания в России». Добрый день, Николай! Приветствую! Мы немножко издалека начнем. По вашим наблюдениям, какие основные требования сегодня предъявляет к инсталлятору заказчик, который хочет получить «Умный дом»? Сейчас далеко не очевидно для клиента, что, приобретая систему автоматизации, он должен идти к какой-то особенной компании, к какому-то инсталлятору или интегратору. Прежде всего, они хотят достучаться до своих электриков, которые сразу же говорят «Да, мы прекрасно, с удовольствием, умный дом». И потом в какой-то момент выясняется, что дальше, чем какие-нибудь Wi-Fi-розетки, они установить не могут. И да, и вот тогда складывается у заказчика впечатление, что нужна какая-то специальная компания, которая разберется в том, что это такое. Ну и, конечно, в поисках такой компании единственное практическое требование, которое заказчик предъявляет, это компетентность. То есть ему надо убедиться в том, что эта компания имеет возможности и правильные какие-то квалификации для того, чтобы это все дело заработало. Вот как подтвердить эти квалификации – это, собственно, и основная задача для любого инсталлятора-интегратора. Вот я, например, стараюсь как-то побольше делать, например, онлайн каких-то занятий, курсов для того, чтобы инсталляторы могли онлайн получить те знания, которые в дальнейшем им пригодятся для того, чтобы свою компетентность подтвердить. Пандемия как-то повлияла на запросы клиента, но я имею в виду, в первую очередь, конечно, это функциональные какие-то предпочтения. Добавилось здоровье, конечно. Нередко, ну не сами заказчики, а сами интеграторы и инсталляторы чувствуют, что у заказчиков появляется интерес, как только они начинают говорить о здоровье. Поэтому всякие штуки, которые на здоровье влияют, это стало важнее, чем было раньше. Ну, кто-то, конечно, совсем далеко идет и хочет, не знаю, там температуру тела измерять, но это на корпоративных объектах используется, чтобы специальный человек не стоял и не направлял всем в лоб эту штуку. Но чаще всего это все-таки чуть-чуть другие вещи. Все-таки то, что касается, например, здоровья, оно очень связано с состоянием воздуха. Это СО2, это влажность. На такие вещи раньше было гораздо меньше запроса, чем сейчас. Такие штуки, которые совершенно с пандемией не связаны, но связаны со здоровьем, например, биодинамическое освещение, да, это вот сейчас прям самый тренд и то, что нужно предлагать заказчику и рассказывать ему правильные истории для того, чтобы он понял, что именно с этой компанией надо работать. Потому что как только клиент слышит о контроллерах, ему становится скучно, он уходит. А как только клиент слышит интересные истории, ему становится интересно. И тот человек, который эти истории рассказывает, он становится для них вот тем самым компетентным специалистом, которого он ищет. Вот, поэтому истории про такие штуки, про то, что, например, вот влажность, и если вы с неправильной влажностью ночью спите, вот если она низкая, вы просыпаетесь в таком состоянии, если высокая, в таком. А если уровень СО2, например, у вас слишком высокий и воздух там, допустим, не очень качественный, тогда такие-то вещи, да, и вы их начинаете замечать там через столько-то времени. Вот эти вот вещи, они на заказчиков сильно влияют. Но вообще, по большому счету, запросы, ну, чуть-чуть добавились этим, но стандарт запросов сейчас – это вот управлять из приложения и голосом, освещением, климатом, безопасностью и музыкой, как и раньше, в общем-то. Ну, и измерять параметры температуры, параметры влажности, параметры СО2. Ну, и много довольно стало запросов на интеграцию бытовой техники. Это связано, я думаю, не с пандемией, а с тем, что развивается просто технологии, и бытовая техника в умном доме становится таким стандартным. А вообще, вот самый странный запрос, который вы когда-либо встречали, ну, или который просто есть в памяти? Сейчас никакой запрос не странный. Любой запрос, который сейчас клиент делает, он так или иначе, даже если он, там, несколько лет назад выглядел бы странным и из будущего, то сейчас он выглядит, ну, нормальным, просто чувствуешь грусть, что у тебя нет команды разработчиков, которая может сесть и написать вот такого рода алгоритмы, да, просто это слишком дорого клиенту обойдется. Ну, вот, относительно недавно был запрос, допустим, система должна утром клиенту в ванной на зеркале демонстрировать расписание дня, да, и более того, она должна потом следить за тем, чтобы человек успевал везде, и чтобы он успевал сделать одно, сделать другое, сделать третье, и подбадривать его, если он делает все правильно и нормально, там, какими-нибудь знаками интересными, то есть определенным, там, освещением, определенной музыкой, и как-то его, может быть, журить в том случае, если он не успевает или что-то там неправильно сделал, да, и напоминать ему об этом, что вот, ай-яй-яй, почему-то не выполнил пункт, там, 345 сегодняшнего плана. Ну, вот, к сожалению, пришлось отказаться от такой задачи, ну, потому что, сами понимаете, хоть такое сделать, конечно, возможно, но это все для клиента не в рамках «Умного дома» будет, а в рамках разработки специальной системы «Дома будущего», которая, ну, в наши перспективы сейчас не входит. Тема вашего выступления на онлайн-саммите «Умные дома и здания» в России обозначена так, прямо процитирую, «Профессиональная инсталляция и быстрая наладка, как ускорить сдачу объектов, объекта системы «Умный дом». А значит ли это, что сейчас важна скорость, и если да, то почему? Ну, важна скорость выполнения работ, там, настройки оборудования. Мы сейчас исходим из того, что те системы, с которыми мы работаем, это та вещь, которая пока еще не стала супермассовой, но идет к этому, да, и когда-то станет стандартом. И если мы хотим когда-то, чтобы так было, то нам нужно научиться работать на этом рынке быстро. И те системы, которые сейчас настраиваются, например, много недель, иногда и месяцев, ну, потому что заказчик хочет вот это вот так, а вот это вот так вот, да, они должны начать настраиваться и запускаться за буквально несколько дней, а в перспективе и часов, да. Поэтому тот датчик, который, например, сейчас подключают, потом калибруют, потом выясняют, куда его вывести, рисуют для него интерфейс, ну и так далее, да, в дальнейшем он, по идее, ну не то, что в дальнейшем, сейчас мы создали, например, уже такую технологию, думаю, другие производители со временем подтянутся, при подключении он будет сразу же везде появляться, сразу же показывать везде правильные, адекватные значения, везде будет красивым, доступным для заказчика, и мы просто какую-нибудь маленькую вещь сделаем из серии, там выведем, в каком помещении он должен работать, и какая автоматика должна, например, с ним взаимодействовать. И все, и после этого он будет работать. Вот должно быть вот так вот. Сейчас, ну, понемножку к этому все системы идут, и если мы хотим массовости, единственный путь – это быстрая инсталляция, и тогда много объектов можно будет заканчивать и увеличивать, соответственно, собственные возможности. То есть вы считаете, что профессиональная инсталляция станет коробочным решением все-таки? Не совсем. Вот если мы возьмем сейчас, допустим, ну, предположим, что у нас делается условно, не знаю, тысяча объектов в месяц, да? Если раньше из этой тысячи было таких суперкастомизированных, не знаю, там, 300, просто кастомизированных, там, остальные 700, то вот эта вот тысяча инсталляций, она вдруг превращается, там, за последние годы, не знаю, 10 тысяч инсталляций вдруг становится. Из них суперкастомизированных остается также 300, просто кастомизированных, например, там, я не знаю, становится полторы тысячи, а все остальное – это быстрая новая быстрая инсталляция, да? Поэтому растут, в принципе, все рынки, да? Но рынок быстрее всего растет, рынок быстрой инсталляции для готовых решений, для быстрых подключений и так далее. Вообще вы об этом будете говорить в своем докладе или нет? Откройте какую-то тайну. Я буду говорить прежде всего о том, какие основные моменты появляются, когда мы хотим масштабировать умный дом. Когда мы хотим делать инсталляцию, допустим, не в одну квартиру, а, например, сразу же там в тысячу квартир, да? Какие моменты появляются? И постараюсь немножко поделиться опытом, который был там у застройщиков, которые используют наше оборудование. Это раз. Ну и несколько других моментов, которые появляются, когда мы уже сдали какую-то большую систему, и нам нужно с ней работать, нам нужно ее обслуживать, да? То есть вот скорее поделюсь опытом из вот этих направлений. Вообще, как считаете, почему инсталляторам, интеграторам, но и представителям, может быть, других бизнесов стоит прийти, послушать то, что будет происходить на саммите? Зачем это нужно? Я думаю, что всегда нужно быть в курсе дел, потому что у меня не раз такое случалось, когда я, допустим, имею какую-нибудь достаточно сложную задачу, и вместо того, чтобы посвятить себя на 100% решению этой задачи, вот, допустим, у меня есть неделя для того, чтобы ее решить, вот вместо того, чтобы сидеть всю неделю ее решать, я предпочитаю как минимум половину времени потратить на то, чтобы улучшить свои познания в этом направлении. Если какую-то часть этого времени или даже большую часть потратить на самообучение, то потом, во-первых, сделаешь гораздо быстрее, а во-вторых, само решение твое будет, в конце концов, гораздо лучше. Поэтому те, кто придут на саммит, я думаю, что выйдут с него уже немножко другими, немножко проапгрейженными людьми, вот, и решения их, мне кажется, должны сильно улучшиться после того, как они пообщаются с такими людьми, которые там представлены. И последнее. Вы чего ждете от саммита? Может быть, чьих-то выступлений или какой-то конкретной информации? Я хотел бы, конечно, послушать личный опыт конкретных людей, ну и в том числе на том рынке, на котором сейчас нам интереснее всего работать, на рынке вот новых многоквартирных зданий, в числе прочего, и посмотреть, как там все происходит. Потому что там сейчас все только зарождается, и как там все будет через два или три года, зависит от того, что сейчас думают и говорят вот эти вот люди, которые будут участвовать в саммите. Большое спасибо, Николай, за то, что ответили на все вопросы. Напоминаю, что сегодня моим собеседником был глава российского представительства компании Lornitec Николай Русанов. А онлайн-саммит «Умные дома и здания в России» пройдет с 19 по 23 октября. Обязательно регистрируйтесь, смотрите и получайте новые знания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин